На первый взгляд перед нами просто горсть мусора, но археолог Петр Дашковский объясняет. Это останки древней деревянной чаши. Ее обнаружили этим летом, раскопав скифский курган рядом с селом Чинита в Краснощоковском районе. Красные кусочки – следы покрывавшего ее цветного лака. Эта деталь, по словам ученого, ясно говорит, чашу сделали в Китае. Такие предметы стали проникать в конце 4-го, где-то начало 3-го веков до нашей эры. То есть фактически этим предметом 2,5 тысячи лет. И что еще интересно, все мы слышали о Великом Шелковом Пути, который, согласно официальной традиции, начинает активно функционировать со 2-го века до нашей эры. А здесь, получается, на Алтае есть находки, которые несколько древнее. То есть не исключено, что это один из первых китайских товаров, попавших на Алтай. Петр Дашковский ведет раскопки в так называемом Ханкаринском доле уже 18 лет. Он объясняет, большая часть известных находок до сих пор была сделана в республике Алтае по берегам Катуни. Юго-запад Алтайского края изучали гораздо меньше, что напрасно считает археолог. В древности, в средние века здесь проходил своеобразный исторический коридор. По реке Черыж, по реке Иня, по долинам, которые примыкают кочевые народы, спускались из горных районов и проникали в предгоре и степные просторы Алтая и Казахстана. Это место уникально еще и тем, что долгое время здесь хоронили скифскую знать. А значит, предметы, которые по древней традиции клали с умершими, были дорогими. И они о многом могут рассказать сегодня. Свет мой зеркальце, скажи. Когда-то могла говорить, наверное, высокородная скифская дама, глядя вот в это зеркало. Да, это именно зеркало. Данная часть была тогда тщательно отполирована, и можно было себя спокойно разглядывать. А этот предмет из мужского захоронения скифы зачастую не клали вместе с умершим настоящие мечи и кинжалы, заменяя их вот такими почти игрушечными копиями. Ряд находок сезона 2018 года уже нашел место в музее этнографии Алтгу. А вот фрагменты чаши вскоре отправятся в Эрмитаж. Там проведут экспертизу, которая должна окончательно подтвердить ее китайское происхождение. Археологи же с нетерпением ждут нового сезона раскопок. Ведь Краснощуковский район, уверен, Петр Дашковский принесет еще немало сюрпризов. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.